Себастьян Бурдоун В скромной семье Отец его был мастером живописи Витражей, мать была дочерью Серебряных дел мастера Себастьян воспитывался в духе протестантизма В 7 лет он, покидая семью Приезжает в Париж, где поступает В мастерскую художника Бартелеми В 14 лет Бурдоун Покидает столицу, согласно старым Биографам художника Он исполнял фрески на своде в замке Близ Бордо Затем поступает на военную службу в Тулузе Где командир, заметив его равнодушное отношение К службе и узнав, что он художник Освободил его от воинской повинности И возможно именно он предложил Бурдоу Путешествие в Италию Около 1634 года Себастьян Приезжает в Рим Клод Лорен оказал содействие Бурдоу И молодой художник начал работать Подражая великим мастерам Его картины успешно покупались Наряду с этими подражаниями Себастьян начинает вырабатывать свою манеру Писания картин Он находит собственную тему, обращаясь к изображению Жанровых сцен В ранних работах проскальзывают мотивы Близкие бомбочадам Однако их отличает четкое построение композиции Взаимосвязь планов И преобладание светлого колорита В середине 1630-х годов Относит ряд его работ На мифологические сюжеты Менее известны его исторические картины Римского периода В 1637 году Себастьян вынужден был Срочно покинуть Рим Так как ему угрожала инквизиция Уехал из Рима в сопровождении финансиста Эсселена Чего покровительство обеспечило отъезд из города Некоторое время Себастьян Бурдон провел венец Влияние венецианцев ощутимо проявляется в его полотнах Написанных по возвращению в Париж Это поклонение волхвов, смерть Дедоны, нахождение Моисея В этих картинах появился новый поэтический дух Использование более ярких тонов на первом плане И освещенный дальний план Использование извилистых ритмов Которые противостоят жестким линиям архитектуры Новое понимание пространства Такие же черты были присущи его гравюрам того времени Себастьян продолжает работать в жанре бомбочат Но стиль его начинает постепенно меняться И приобретать собственные черты В 1643 году, не без влияния голландских мастеров Бурдон пишет жанровые сцены на тему ее народной жизни Прибывает в Париж в 1637 году Был тесно связан с Луи Гуимьером, протестантским художником И скоро женится на сестре Гуимьера Сюзанне В мае 1643 года было решено расписать собор парижской богоматери Выбор пал на Себастьяна Бурдона Этот год считается поворотным годом в его творческой карьере Он стал автором произведения «Мученичество святого Петра» Картина является противоположностью картин Пуссона Но около 1645 года в творчестве художника появляются многочисленные отголоски Пуссиновского классицизма Это неколорит, строгая геометрия В 1648 он становится одним основателем Французской академии художеств И является одним из 12 выпускников В 1652 году художника приглашает шведская королева Кристина в Стокгольм Он сразу соглашается Швец и Бурдон получают звание придворного живописца Королева пишет серию портретов Кристины, Карла X Густава «Портреты придворных и офицеров» В портретах мастер сочетает психологизм и официальную пышность В 1654 Бурдон возвращается в Париж И в 1655 становится ректором Академии художеств Его ученики Николо Пьерлуар и Пьер Манье После этого едет в свой родной город, где ему заказывают картину для собора Святого Петра И где он пишет композицию «Семь дел милосердия» Господин де Бреттонвилье поручает художнику исполнить декорации в его особняке В 1658 Бурдон приезжает в Париж В этом же году умирает его жена В этом же году он женится вторично на дочери купца Эстура Маргарите Жумо В конце своей жизни художник создает живописные и гравированные пейзажи В которых помещают библейские сцены Виртуозный и плодовитый рисовальщик он пишет сангины и лависом пейзажи и исторические сцены Художник обладал талантом и сильной впечатлительностью Он не раз менял свой стиль, то работал в духе классицизма То использовал приемы, характерные для бару 8 мая 1671 года Себастьян Бурдон умер в Париже Похоронен в природе Сен-Жермен Вот так вкратце из Википедии о французском живописце-гравюре Представителе классицизма Себастьян Бурдон Пока-пока, до свидания, смотрим работы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok